Друзья, приветствуем всех! Ника Белоцерковская сегодня у нас в эфире. Будем говорить о событиях, которые происходят прямо сейчас. И Ника со свойственной ей честностью и остроумием расскажет, что она чувствует. Замечательная картинка сзади у тебя. Прямо замечательная. Не могу отвести взгляд. Я очень боюсь, что наши зрители тоже будут ее разглядывать. Это красава. А если серьезно, у нас сегодня День защитника. Это, наверное, самый главный праздник в Украине. На данный момент, я думаю, что будет уже навсегда. Потому что, правда, я с утра записывала с ребятами, которые с фронта. Благодаря этим людям, на самом деле, есть возможность сейчас мне разговаривать, есть возможность. Короче, живы те, кто живы благодаря этому. Потому что, когда вспоминаю тот ужас, который был в феврале 22-го, когда я там под покром темноты забирала в полиции автоматы Калашникова, знаешь, которые я уже не держала в руках, фиг знает сколько лет, последний раз на уроке НВП нас учили их собирать и разбирать. Я просто до сих пор это с ужасом вспоминаю. Поэтому, конечно, там всех поздравляем. Я думаю, что это тоже как человек, который поддерживает. Ну, конечно, да. И для нас это очень важно. Ну, а хотелось с тобой начать, потому что в российской оппозиции, которая поддерживает Украину, много всяких разных дел. И они удивляются все больше и больше. Как там у Кэрролла? Становится все чудесатее и чудесатее. И начну вот с этого последнего скандала, когда там Невзлина обвинили, причем не просто там кто-то обвинил, а ФБК, то есть ребята, которые остались после Навального, в том, что Невзлин там заказал, я так, кстати, до сих пор не поняла мотивы, какие у Невзлина были, избить какую-то женщину, которая жена журналиста, и заказать там избиение Леонида Волкова, который был там правой рукой, скажем, Навального. И сейчас Мария Пепчих. Что вот происходит? Потому что там фигурируют всякие какие-то решалы из ФСБ, еще кто-то, еще кто-то. Какая-то безумная история. И с разных сторон вроде приличные люди. Со стороны тех, кого обвиняет Ходорковский, его все знают, и как бы у него там есть, у человека есть какая-то репутация, есть биография и так далее. С другой стороны, Мария Пепчих, Христогрозев, некоторые другие, тоже вроде бы не последние люди, в мировой расследовательской журналистике и так далее. Как ты видишь всю эту ситуацию? Ну, если компания, мне только Грузев симпатичен. Слушай, я... Это вообще какой-то абсолютный сюр. То есть, казалось бы, там уже пробили все, что можно, да, и там еще бездна открывается. Меня больше всего в этой истории смущает реакция самого Невзлина, потому что адекватная реакция, это то, что вот да, я нахожусь в Израиле, пожалуйста, пускай там следственные органы посылают сюда своего человека, я с огромным удовольствием передам эти телефоны, и вы убедитесь в том, что все эти переписки, это, конечно, фейк и какие-то жалкие инсинуации. Наташа, на самом деле, уже настолько все это неинтересно. Я... Ну, вот честное слово. Понимаешь, когда люди за два с половиной года, они... Где вообще результат всего, всей этой... Я не хочу говорить грубое слово, всего этого, того, всей этой болтовни. Это вот эти салоны, как ты правильно говоришь, мадам Рекамье, где возлежат на кушетках, понимаешь, выдумывают какие-то грандиозные планы, но я не вижу их. Я не вижу каких-то тектонических сдвигов в обществе. Я не вижу консолидации, я не вижу какой-то общей идеи. То есть, честно говоря, ничего, кроме бесконечных скандалов и вот этих отвратительных абсолютно срачей. То есть, мне кажется, что люди просто поддерживают вот эту вот жизнь в Фейсбуке. Знаешь, это история про огромное количество комментариев, появившихся специалистов и в разных областях, но ничего абсолютно конкретного. Знаешь, если бы они как-то помогали Украине, если бы у них были какие-то центры для беженцев, если бы они создавали параллельно еще какие-то программы, которые неким образом нивелируют хоть частично то, что творит твоя страна, в которой ты собираешься строить большое и светлое будущее. Но этого же не происходит. То есть, я не могу назвать себе ни одной какой-то значимой или весомой программы для помощи украинцам. То есть, их просто нет. Это просто бесконечный б***ь, что-то они собираются и говорят. Делают какие-то съезды, на которых, видно, пьют не очень дорогое вино и обсуждают, что. Я не понимаю, что и зачем. Ну, знаешь, тут же другой вопрос хочется задать. Навального можно в этом любить, не любить, можно, как к нему относятся в Украине, ты знаешь. Не все. Есть и те, кто его уважает очень. Ну, например, я принадлежу к тем, что все-таки считаю, что он там смертью своей заслужил уважение. Вот если ты имеешь в виду все эти фразы про это не бутерброд, все-таки надо не забывать, я бы не воспринимала на месте украинцев это остро, он же продает конкретную аудиторию. То есть с любым народом надо как с трудовым коллективом, понимаешь, это же надо проводить определенную работу. Конечно, эта фраза вызывает чудовищное отторжение, и это понятно и разумно, но всегда надо ставить себя на место. Вот ему досталось такое, слушай, вам же надо, чтобы у вас был мирный, богатый и хороший, спокойный сосед, и это можно получить только вот таким путем для начала. Я даже думаю по-другому, я думаю, что, наверное, когда-то он искренне ходил на эти марши с националистами, наверное, еще что-то, но каждый человек проходит какой-то, ну я не знаю, какой-то... Конечно, эволюция должна быть. Это эволюция, и, конечно, Навальный тех времен, и Навальный времен, когда он все-таки решил вернуться в Россию и сел в тюрьму, это все-таки два разных человека. У каждого человека есть право на изменение там, с своих взглядом на жизнь, на изменение понимания, то есть если каждый проследит в жизни, мы все делали много глупостей, говорили много разных слов. Я могу сказать абсолютно честно, что когда оттяпали Крым, мне было совершенно не до него, потому что у меня начался фееричный роман, и, собственно говоря, мой гормональный фон не позволял мне еще интересоваться какой-то геополитикой, и не до этого, потому что это у всех у нас там, не знаю, в жизни разные периоды, мы как-то по-разному, и для человека, который там, не знаю, обучается, который идет на, понятно, что он выходит на какие-то новые ступени, конечно, Навальный там образца прошлого года, и Навальный образца 2014 года, это абсолютно два разных могут быть человека. И это рождает вот вопрос. В свое время его организация, ему, очень много молодежи, кстати, тянула с этой организацией, ему, им прочь, как бы, одно, ну, светлое будущее, в том смысле, что это будет одна из самых мощных политических организаций у России. И что мы видим теперь, после смерти, все так же хочется спросить, за что умер, да? После смерти, что там, Маша Певчих и все остальные, они устраивают, вот я смотрю, что Юля от них как бы так отделилась, она же даже слова не произнесла на тему этого срача, она там вчера или сегодня получила какую-то премию очередную, и она вообще ничего не говорит, она просто где-то там за кулисами, и фактически все, что сделал Навальный и делала, оно на сегодняшний день развалено. Вот, ты понимаешь, ну, это же ужасно, когда в мире так происходит. Вот человек создавал что-то, человек за это там отдал еще много, отдал жизнь. А все закончилось после его смерти тем, что, я не знаю, люди, которые были его соратниками, они там доказывают, бегают что-то, что агенты какие-то ФСБ им слили какую-то переписку и так далее. Кстати, Невзлин, по-моему, отдал эту переписку, там же сейчас больше расследования идет, да. Ну, я тебе горжу, я уже перестала следить за, ты все-таки, это твоя профессия, но я уже потеряла всякий интерес к всей этой компании, мне больше всего симпатично там Юля, потому что, пожалуй, ее реакция на самое адекватное, и у меня к ней вообще никаких вопросов нет, потому что все остальное, но у меня на самом деле и вопросы к Алексею, который набрал себе таких соратников, возникают сейчас. уже да, тоже да, ну, знаешь, мы же знали много примеров очень плохих начальников отдела кадров, например, как кто-то мне когда-то сказал, что Березовский был плохой начальник отдела кадров, вокруг него всегда вертелась масса каких-то конченых подонков, и все закончилось еще и тем, что он привел Путина, он тоже ничего не понял про Путина, он смотрел на него и говорил, что Вова будет на нас работать, Вова будет нам помогать, Вова человек, который знает дисциплину и так далее, а Вова не прошло там и полгода, как вывернула ему матку так, что мало не показалось Березе, и он должен был уезжать. Поэтому очень часто люди, у которых есть там какая-то личная харизма, талант, особенно талант в политике, они очень часто бывают, они ничего не понимают в людях, они очень часто подменяют, я не знаю, они принимают за соратничество просто обыкновенное жуполиство, то есть им кажется, что им преданные, поэтому на этих людей можно опереться, либо же амбициозность, когда рядом с тобой хотят сделать большую карьеру, такие люди же там ты же всегда неким образом открывая вот эти вот двери с этим дерьмищем, ты всегда должен оценивать возможные потери репутационные, почему они об этом не думают, я вообще не понимаю, я после этого написала пост, после начала этого срача, что тоже все-таки будет строить прекрасную светлую Россию будущего, но это вообще никаких шансов не оставили, то есть я не понимаю, это так-то были далеки от народа, а сейчас это все превращается в какую-то буфонаду бесконечную. Ты знаешь, я очень люблю читать Пастухова, он человек неглупый и он неплохой такой аналитик и он совершенно правный, какой России будущего в том смысле, в котором говорили об этом в начале войны, не будет естественно, вот есть такие строения, там иногда ты смотришь на дом, ты смотришь на дом еще крепкий, стены, фундаменты, если это все немножко привести того и этого, облагородить новым материалом, то будет ничего, а иногда смотришь и понимаешь, что такое клозет, есть же такие, так сказать, старые сортиры, что ты даже на две минуты туда заходишь, ты начинаешь вонять и потом еще полдня не можешь проветрить это все. Поэтому мне кажется, что Россия, прекрасная Россия будущего невозможна в этом смысле, потому что то, что произошло со страной, там скажем, с 14-го года не оставляет шансов вообще, ну шансов нет. Или я ошибаюсь? Да, конечно, не ошибаешься, Наташка, ну какие шансы? Я не могу себе даже представить, ну вот допустим, гипотетически появится у меня возможность вернуться. То есть я приеду забрать, наверное, только какие-то свои любимые вещи. Все. Это, ну и плюнуть куда-нибудь еще. Или в кого-нибудь, не смогу себе отказать в удовольствии. но не вижу. Но уже мне кажется, так все устали от всех этих бесконечных фантазий. Понимаешь, мы все фантазируем, 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 а вокруг все становится хуже и хуже. Ну какие молодцы евреи. Я вот прямо восхищаюсь. Они даже, мне кажется, 7 октября немножечко реабилитировали то, что этот провал разведки. И тут, кстати, тоже есть о чем поговорить. Смотри, я вот когда, я, во-первых, очень люблю Израиль, у меня там пол Израиля друзей, и я часто там с их, я не знаю, и с экспертами их, и с их представителями там их политики, науки и прочее делаю интервью. И я должна сказать, что Израиль меня восхищает вот в общем. Прямо с дня своего основания там начиная, у них же было очень много, они все время в войнах, да, там много конфликтов, начиная с шестидневной войны и заканчивая какими-то другими, у них всегда была одна и та же история. Они всегда отлично понимали их отцы-основатели им сумели внушить и голодой, и другие, что если мы хотим защитить свои интересы, чтобы Израиль сохранился, мы должны делать так, чтобы нам было лучше. Не слушая вообще никого. Когда была шестидневная война, Соединенные Штаты им говорили, что все как-то рассосется. Когда он тушил свою тетю, ему говорили, ничего, может обойду. Но они... Было и с войной судного дня, помнишь, когда они создавали декоративную зону? Клавик, они поднимали самолеты и бомбили. И на какое-то время все, так сказать, восстанавливалось. Поэтому вот мы сейчас ведем уже многомесячную полемику. А можно ли стрелять дальнобоем по России или нельзя? Израиль этот вопрос решает очень просто. Если надо провести операцию, проведем. Если надо уничтожить всех лидеров... У Израиля есть свое оружие. У Израиля очень серьезный опыт военный. Они все прекрасно знают про своих соседей. Понимаешь, это же очень сильно отличается, мне кажется, здесь. Нет, ситуация отличается. Но в то же время, что здесь должно сказать... Израиль никогда ни у кого ничего не спрашивает. Так я же об этом и говорю. Меня это бесконечно восхищает. Сейчас же тоже Соединенные Штаты белый думающим просил, когда они вошли в газу, выйти. Они не вышли. Сделали, все же должны были сделать. Сейчас была просто истерика относительно насрала. Я до сих пор не знаю, как правильное ударение, но надеюсь, что насрала все-таки. Когда Натальяфу сообщили, где он находится, в каком бункере, он не стал звонить в Соединенные Штаты. Хотя Соединенные Штаты их военный партнер. Потому что он знал, что будет истерика и скажут команду и просто всех уничтожили. И поэтому, конечно же, у них есть шанс. На бункере 30 метров глубиной, это же девятиэтажное здание. Это вообще представить невозможно. В этом смысле они великие. 12-тонные вы знали точно, где находятся. А извини меня, кто же сдал насралу? Человек, который был их же крот, он в Иране возглавлял отряд, который был призван бороться с Израилем. То есть они его туда выслали еще 12 лет назад. Это, конечно, абсолютный сериал Фауда, который перешел в реальную жизнь. В этом смысле они фантастические ребята. Вояки, они отличные, безусловно. У них плохо с информационной политикой, конечно, я всегда об этом говорю, им нужно подумать об этом. Потому что Россия очень много денег дает на то, чтобы на все эти пропалестинские демонстрации, на все эти публикации, все левые, левым даже деньги можно не давать. Когда я почитала, что говорит ректор одного из американских университетов, я прозрела. Мы обожаем, мы благословляем своих мальчиков из Хамаса, еще что-то, еще что-то. Поэтому, конечно же, на это им стоит обратить внимание, но то, что они бояки шикарные, и они как бы урок всему миру. Если наступило время, когда сила на сила, а мы видим, что никакие правила уже не работают, тогда лучше так. Тогда, наверное, лучше так. Поэтому, ну, что тут скажешь? Вот, есть ли у тебя ощущения, мы поговорили о прекрасной России будущего, о которой никогда не будет? Сейчас же очень много говорят о том, что там горячая фаза скоро закончится, что нужны переговоры и так далее. Есть ли с кем вообще переговариваться? Потому что Россия, по-моему, там уходит в какую-то, знаешь, совершенную хтонь абсолютную. Там, начиная от скреп их, заканчивая, я не знаю, какими-то абортами, еще чем-то, заявлениями Путина про то, что мы меняем свою ядерную стратегию. Ну, там все вместе. Есть ли с кем переговариваться, как ты считаешь? Наташа, ну, запомни, пожалуйста, что, вся вот эта управляющая верхушка, она, собственно говоря, была скована в замечательном городе Петенбурге в определенный момент. И я тебе могу сказать, что все это можно охарактеризовать одним предложением, что слово «вора», данное фраеру, не стоит вообще ничего. То есть пока находится у власти вот эта банда, которая живет по своим законам. Если ты посмотришь на происходящее последнее время, это же абсолютно все подчинено определенной... Ну, вот так вот в Питере жили бандитские группировки. То есть я всю эту историю очень хорошо видела, находилась там внутри там нескольких ситуаций и прекрасно это наблюдала. То есть это точно так же. Это вот в первую очередь это личка, преданность, окружение себя людьми непрофессиональными, но максимально лояльными. Это вот эти бандитские бригады, очень жесткая иерархия с властью и, собственно, ну, как история с Пригожиным, который публично просто на всю страну, любимец всех военных, понимаешь, там главный Вагнер просто уничтожается. Или история там с Медведчуком, если ты помнишь, потому что это как бы личка. То есть построили уже эти клетки для азовцев, должны были посадить, все уже там с пеной у рта ожидают вот это вот все, знаешь, когда начнется это судилище средневековое. Ну, а же он берет просто и сливает азовцев в обмен на... Ну, это все... Почему-то этим нельзя... Тут какая дипломатия, какие... Я прекрасно понимаю, почему его никто не убирает, потому что очень сильно прогнозируемая. То есть вся поведенческая вот эта история, она же абсолютно понятна. То есть тут нет ничего такого колоссального, огромного, масштабного и такой, знаешь, какой-то тонкой геополитики. Есть враги, есть друзья. Понимаешь, тут одним я даю, у других перо. Вот сейчас я хочу оттяпать кусок чужой территории для того, чтобы тоже с нее наживаться. Ну, вот все это... Вот есть район, там мы еще будем контролировать там калининградский рынок, понимаешь? То есть они нам еще будут платить. То есть, ну, это, собственно говоря, там, если так аппоксимировать, знаешь, как на город Петербург, это вот все так же. Ну, вот у нас еще будет там Донецкая область и Запорожская. То есть это... мы отжимаем территорию у других бородков. Блин, все. Ты говоришь, что его не хотят убирать, потому что он прогнозируем. Но ведь на самом деле дело не только в этом. Вся эта история с бункером и настролог показала, что если хотят кого-то уничтожить, то уничтожат в любом бункере. Но Путина совершенно очевидно не хотят уничтожать. Это правда. Но... Это ядерное. Знаешь, кто им будет? Понимаешь, вот сейчас начнется тоже там типа «Мы мечтаем, чтобы Россия распалась». Понимаешь, блядь, мечтать-то можно, конечно, все, что угодно, чтобы она поделилась на Сибирскую республику, на какую-нибудь исламскую, да, новообразованную республику. А как оружие-то ядерное выделить будете между ними всеми? Ну, некуда они не денутся, эти бомбы? Понимаешь, их дофига. Как говорил, классик, никогда еще такого не было, чтобы ничего не было. Когда... Ведь Запад не хотел, чтобы распадался Советский Союз. Ну, на самом деле, тогда тоже было очень много тревог, и как раз были тревоги по поводу ядерного оружия. Боже мой, а что будет? А ядерка есть не только в России, ядерка есть в Украине, ядерка еще где-то стоит. Но ничего... Никто бы хотелось, чтобы у Кадырова была ядерная бомба. Нет, никто бы не хотел, чтобы у Кадырова была ядерная бомба. Никто бы не хотел, чтобы вообще не контролировав ядерное оружие, было бы у Кадырова, Шмадырова и Майдадырова. Это понятно все. Но для этого и существуют мировые спецслужбы, чтобы сделать какой-нибудь сценарий, когда... Про мировые спецслужбы мы с тобой все знаем, про все эти гуманитарные организации, про это. Мы с тобой же это обсуждали, что все эти институты показали свою абсолютную несостоятельность. То есть от этого ничего не делания там последние, видимо, 50 лет все это стагнировало и превратилось просто в такую, знаешь, жабу, которая сама себя кормит. И то, как... Это же... Где все? Где расследование по поводу денег, которые ООН отправляла для строительства бункеров Хамаса? Ты видишь эти расследования? Я не вижу. Где расследования по Красному Кресту, который там сливал информацию, и по... Где расследования по этим замечательным журналистам, которые оказались на территории Израиля 7 октября. Они шли вместе с террористами. Да. Журналисты, и многих других, и Джазиры и прочее. Они шли... Слышала какие-нибудь большие увольнения? Слушай, после этого Батариш должен был мгновенно уйти в отставку, потому что это абсолютный, чудовищный... Это приговор просто. Это какие-то миллиарды налогоплательщиков европейских, которые, мало того, что ушли на обслуживание всей этой шушеры, понимаешь, то есть они еще и оказались под землей в виде туннелей террористической организации. Это вообще как воспринимать? Ну, все-таки спецслужбы, общественные организации это немножко разные вещи, как мне кажется. Ну, и спецслужбы тоже. Где были израильские спецслужбы? Давай... К ним тоже есть вопросы. Но вот сейчас... Единственное, что мне уже начинает казаться, что это все какой-то безумный, общий, огромный план. Ну, теоретически это можно предположить. Но чьи планы? Какой? Что должны в конце остаться только Китай и Америка. Все. Если, кстати говоря, если говорить об этом серьезно, то мы же видим, что сейчас формируются действительно два больших центра. Китай. Конечно. Шаис, Китай подрастает. Если ничего не случится, там тоже такой монстр экономический, огромный. Если ничего не случится... Подогнал Америку. Все нормально. Все у них случится. И мы же никогда ни с тобой не узнаем. Китай же не отчитывается ни перед какими замечательными международными организациями, ни на какой предмет, что у них же там происходит. Ты помнишь, что во всем же мире там запрещено клонирование, понимаешь, во всем мире запрещены какие-то вещи. А им же разрешено все, что они там уже выдумывали у себя в этих прекрасных подземельях. Мы же тоже... Ну да, что-то происходит, мало кто знает, потому что это очень закрытая страна. Но вот, кстати говоря, недавно читала о том, что у них затонула буквально когда-то в мае сверхновая, очень модерновая огромная подводная лодка, ни одной строчки не было. Что там на этой лодке, почему она затонула и так далее. То есть никто ни о чем не говорит. У них идут эксперименты во многих, сразу на многих направлениях. И когда Белковский говорит о цифровом концлагере, он говорит не просто так, потому что действительно Китай – это сегодня страна, где каждый шаг, каждого человека контролируется довольно жестко. И где существуют как это, социальные баллы, очки. Вот ты повесила неправильно картинку в зале себя. А у тебя минус 10 баллов. И значит не получишь, я не знаю, если ты занимаешься бизнесом, какие-нибудь суды или еще что-то. И так у них все. А если стукнула на своего соседа, что он слушал нереволюционные песни ночью, значит плюс 5 баллов. Вот у них это все... Может у них отстроят какой-нибудь кайлаш скоро, они же там рубят в Тибете. У них же свое китайское ННР бы есть. И оттуда пойдут как терракотовая армия, а знаешь, там идеальные солдаты в какой-то момент в количестве трех миллиардов и захватят нас всех. Давай пофантазируем. Да, и с удовольствием. Или же дети, маленькие члены семьи вождя учат же китайский язык. Не просто так. Конечно. Он же сам сказал, что мои внуки отлично знают китайский язык. Внуков у него, видимо, много. У него же детей много. Псения разные от разных женщин. Мы не знаем, может ему китайские женщины рожают детей. Мы же не знаем этого, что с ним там происходит. Я хотела с тобой еще поговорить о людях, которые точно знаешь. И дело не в том, что в России целая пушность этих разводов и прочее. Но интересно, что происходит с людьми. Очень часто зависит от того, кто с тобой рядом. то, что шаман разводится с какой-то женщиной, которая, собственно говоря, и не была его женой, и в этом ничего важного нет. Но интересно в этом смысле судьба, например, Шнура. Очень интересно. Потому что он всегда был, несмотря на то, что он самостоятельный, он всегда был точным отражением тех женщин, с которыми рядом он находился. И когда он решил получить какой-то другой социальный капитал и жениться относительно на старых деньгах, типа на дочери богатого человека, которая училась в Лондоне, потому что Матильда не дочь. Сказать, давай я тебя сразу, потому что это были мои самые близкие друзья, я не буду эту тему обсуждать. Это у меня такое. То есть даже его политическую позицию ты не будешь? Нет, не буду. Ну, слушай, мы все про нее знаем, что ее обсуждать. Она ни для кого не секрет. Что будет с людьми, которые, ну, вот представим себе, да, все же очень быстро меняется. Черный лебедь прилетел, и может так статься, что через три года в России будут совсем другие люди. Вернется Чубайс, напишет новый план, вот пожмет руку новому президенту и проведут они 20-й съезд. Понимаешь? А что... Построят новый дом за 50 миллионов, да? Присосавшись к новому бюджету, да? Проведут 20-й съезд, скажут, что там они готовы встать на колени перед всем миром, потому что они никогда не думали, что вот до такого можно дожиться. Что будет с этими всеми горничными обслугами, всеми этими, я не знаю, артистками, телеведущими и так далее? Слушай, у тебя же все это было на глазах. Ну вот что было после перестройки, да, и после открытий этих архивов с теми подонками, которые там сдавали очень симпатичных людей, комитетчикам, и ничего с ними не было, Наташа. не устроили домашнее. Если страна не проживает, вот чем мне симпатичны в этом смысле страны с людьми, с жителями, с гражданами, с активной политической позиции, они обязательно любую вину, шествия, то есть как Америка, вот для меня очень показательный в этом смысле сериал Родина, американский, как они проживают и переосмысливают какие-то очень вот эти ситуации, ситуации с Ираком, с Ближним Востоком, как американское общество прожило ситуацию с войной в Вьетнаме, какие чудовищные и какие острые и какие такие очень серьезные произведения искусства были созданы, там великолепные фильмы, там написаны чудесные книги, то есть общество социально активное, оно должно это переварить, оно должно сделать для себя определенные выводы, то есть я ничего такого, мне кажется, что Савок на самом деле еще не закончился, понимаешь, и все это стало возможным именно потому, что власть захватили рабочие и крестьяне, вот они сейчас у этой власти находятся, они точно так же грабят, убивают, ничего не поменялось, они пытают своих граждан, они это все осталось, меня почему-то потрясло, детали бывают такие, которые очень, то, что Женя Беркович, который сейчас в тюрьме, что у них в женской колонии душ два раза в неделю, ну, это же пытки, ты же понимаешь, что это невозможно ни в одной тюрьме, то есть мы прекрасно знаем, как выглядят европейские тюрьмы, я специально полетала смотреть, потом мы, ну, как это возможно, как женщина может мыться два раза в неделю, все осталось, осталась система вот эта пыточная, все, ничего не разрушено, общество не, да, общество отрывается. Женя Жиберкович, что она сказала, что самая большая, ее до сих пор не может это переживать и переварить, что никто из ее среды театральной не заступился, никто. Вот, это все последствия того, что никто ничего не осудил, они снова волокут этого усатого, снова потребность в отце народов у них, это колоссальный преступник, это полпот, который уничтожил огромный, сколько, 20 миллионов они там отправили по лагерям. 40, 40 всего, 20 миллионов репрессированных, 20 миллионов условно на войне, ну, то есть там 40 миллионов. Ну, да, это настоящий геноцид собственного народа. Несмотря на то, что он был, ну, полпот, ну, и, а как, и где вот это все? И все, что снова волочет его, что вот в Советском Союзе была промышленность, то есть какая была эффективная экономика, потому что она была построена на костях, и вот эта маргинализация общества, какой-то, блядь, фантастическое его отупение, это тоже с этим связано, потому что лучших же убили. Лучших убили, расстреляли, посадили, заморили, уничтожили. Ну, это не, ну, куда? Ну, да, ничего удивительного в том, что происходит то, что происходит сейчас, потому что, когда там половину страны просто грохнули, а половину страны помнят точно, что если ты не строишься быстро и не начнешь там стучать, не начнешь кричать, там лозунги, лозунги, то тебя тоже, с тобой то же самое сделают, вот это вот, когда передается все, знаешь, отрицательная селекция, то, что называется, поэтому ничего удивительного, что там, вот эти мальчики, вроде там, шаманы и прочие, они сегодня бегают. Волосин очень доступно описывал с таким честным языком, что любого человека можно превратить в тварь ничтожества, это просто за три недели. Но еще спрошу вот что, потому что, когда я начинаю там разбирать некоторые архивы или анализировать то, что было, у меня возникает чудовищное ощущение несправедливости истории, что, ну, человек может быть бесконечно, ну, как этот пианист, знаешь, мы с тобой говорили об этом, на похороны которого пришло три человека, людям... У него столько было подписчиков, от которого мать оказалась. И брат, и так далее. Как оказывается, людям-то срывать вообще совершенно. Геройми становятся... Такая в этом есть красивая позиция, такой, знаешь, широта души, драма, да, есть, ну, такими... Я вот все-таки очень надеюсь, что если когда-нибудь я вернусь, то только на какой-нибудь проспект имени этого мальчика. Вот, поэтому... Это вряд ли. Вопрос иногда возникает такой. Я понимаю, что он очень... он дурацкий, и есть что возразить против этого, в принципе, но... Может быть, правы те люди, которые всю жизнь занимаются своей жизнью и не кладут своей жизни ради масок, которые их же потом оплюют, и... Мы с тобой сейчас уйдем в Гумилевщину, знаешь, там есть пассионария, а есть просто проживающая свою жизнь. Ну, то есть, ты считаешь, что в этом есть смысл, да, если для человека это важно все же? История же... Я думаю, что... Это не совсем так, потому что... Это какие-то мордатые эти... Как это? Не Медушевский, как его фамилия, который был министром культуры в России, путинский этот дебил, Медынский. Ну, как его? Ну, в общем, все поняли, о ком идет речь. И они напишут свои учебники истории, понимаешь? Где не будет ни слова правды. То есть, исторической справедливости как таковой не существует вообще в принципе. конечно не существует. А потом постоянно говорит Александр Глебович Невзор, что вся история это абсолютно выдуманная. То есть, нет такой науки истории, потому что величины все там абсолютно... То есть, в зависимости от того, кто... Это как... Знаешь, у египтян не было поражения, потому что они никогда про них не писали. То есть, они отчитывались только об удачных военных походах. Поэтому... Сейчас мы считаем, что они были великолепными. В чем в таких историях русские побеждали всех. Мы же помним. Наполеонцы. Изо всех, да. Ну... А что ты решила вообще, что человечество рождено для справедливости, счастья и мира? Мы сейчас видим, что... Это не зависит от того, будем ли мы летать в космос, понимаешь, выдумываем ли мы таблетки от рака. Мне кажется, что вот эта потребность популяции уничтожать соседей, там, соседние племена, она, видишь, остается захватывать земли и пользоваться чужим. Она в крови у нас. И никуда от этого не деться. Ну, очень... Это, знаете, меня приятель попросил найти ему эпитафию. И я стала читать на латыни. И прочитала там... Зачиталась. Я не могу сказать, что из трёх тысяч крылатых выражений, которым больше двух тысяч лет, все они абсолютно современные. То есть это абсолютно современные. То есть даже не ранее Средневековье. Это ещё какие-нибудь мартовские виды. То есть это всё история про алчность, властолюбие, предательство, корысть. И то есть изменились... Изменилась одежда и появились пломбы для зубов. Понимаешь, а в природе-то человека не поменялось. Всё так и есть. Меняется наука, но природа человека действительно неизменна. Но ты знаешь, я думаю, когда я сталкиваюсь с такими историями как про этого парня-пианиста, и есть же такие люди вообще в истории, которые роль личности в истории переоценить нельзя, когда я всегда задаю вопрос, а для чего это было? Ты знаешь, я однажды нашла ответ на этот вопрос. Если бы не эти люди, мы бы давно уже... У нас просто не было бы у всех мотивации больше. Они дают какую-то надежду. Они дают какое-то ощущение, что мир — это не сборище скотов. Я в своё время задавала себе вопросы, потому что там понятно, что то, что получила... Вот конкретно на личном примере, как это происходит. Мне было интересно, почему моя реакция была такой острой. и ты понимаешь, когда меня там начали обвинять в том, что... Ну, в Москве до сих пор считаешь, что у них ка**, и у них два варианта. Или я это делаю за большие деньги. Знаешь, это вот... В тебе рождается, видно, мы никогда просто не проживали ничего подобного. Знаешь, как вот эта история с началом войны. Тебе рождаются чувства, которые ты совершенно не в состоянии сдерживать. Они неконтролируемы. То есть это чувство такой острой несправедливости и необходимости с этим бороться, которое не может сдержать ничего. То есть понятно, что мне бы было, например, лично мне намного выгоднее там постить закаты и рассветы, продолжать... Девочки, давайте отвлекаться делать вкусные котлетки, потому что жизнь продолжается, мы должны... А ты не можешь. То есть тебя просто не остановить. То есть из тебя это начинает фаршем выливать. Ну, это, наверное, действительно история про какую-то пассионарность и про невозможность молчать. И про то, что одни люди проявляются, а другие нет. Хотя, ну, черт знает. Не знаю, как бы я сейчас реагировала на все, но я думаю, что так же абсолютно. Я хотела сказать, слава Богу, что есть эти первые. И спасибо тебе, что ты поддерживаешь Украину. Вот для нас это очень важно. И эти... Академия, Академия, Птич, Паркин, все. Огромное спасибо, потому что я понимаю, что вода камень точит. Вот каждая помощь, которая приходит от тебя, от других людей, она важна. Она важна. Вот сейчас я была с Олей Поляковой, мы были на двух больших очень концертах в Нарбоне, Олиных. Это были концерты, которые устраивала благотворительные организации, которые с первых дней поддерживают Украину. Там очень приятная, совершенно чудесная, замечательная семья, которая это все делает. Они в 99-м году адаптировали, усыновили двух украинских мальчиков. То есть им сейчас уже там два красавца, которым по 27 лет, там совершенно невероятно. Это большая французская, большая французская команда, они французы, вон там жили, она, это большая французская комьюнити, которая собирает помощь. То есть вот сейчас там была команда мальчишек украинских по регби, там несколько азовцев, которые проходят там реабилитацию. То есть помимо еще помощи, там материальной, то, что они отправляют, они и очень много говорили об усталости, об усталости, о том, что, что бы ни происходило, конечно, то есть, ну, необходимо себя заставлять, ну, невозможно, ну, просто невозможно бросать их. У меня сейчас убили друга и парамедика. Ой, это такое. Или вот Наташа сейчас рассказывала, мне приехали девочки, мои подружки, киевлянки. Бомбы попали в дом у нее напротив большой, когда 400 волонтеров больше, разбирали, очень много людей погибло в Киеве. И она говорит, что, говорит, я впала, у меня, говорит, никогда внутри не было внутренней вот этой гаммы чувств в состоянии такой чудовищной злости. Она говорит, я сидела просто, вот я впервые за время войны впала в состояние, что я, говорит, оцепенела, смотрела в одну точку, а внутри копилась ярость. И она говорит, я смотрю Инстаграм, когда те же девочки в Киеве, вот мы с подружками пьем каву, жизнь продолжается. Она говорит, сколько ты проедешь, 700 метров пройди, вот тут 400 волонтеров достают детей из-под завалов, да, и я не понимаю, как это в себе продолжать, надо как-то культивировать и очеловечивать свою необходимость продолжать, помогать, потому что, ну, это иначе никогда не закончится, Наташа, никогда. Да, да, это правда, иначе мы просто этот мир сам себя сожрет и уничтожит. Ника, спасибо большое, огромное, обнимаю, спасибо за поддержку и за помощь, и до встречи. Пока. Все, люблю, пока, спасибо. Пока, да. Субтитры подогнал «Симон»